Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня мы поговорим с Мариной Марковой, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Кировского областного клинического и перенитального центра. Здравствуйте, Марина Валерьевна. Здравствуйте. Тема мы сегодня взяли сложную, интересную и важную. Это тема недоношенных детей, ребят, которые появляются на свет Несколько раньше положенного срока. Что с ними происходит, какой уход они получают в перенитальном центре И какова будет их жизнь в дальнейшем при хороших течениях обстоятельств. Итак, Марина Валерьевна, скажите, пожалуйста, о статистике, Которая сейчас ведется по перенитальному центру. Каков процент деток, которые появляются раньше срока И какая это часть от всех детей, родившихся в перенитальном центре? Если учитывать количество родов в перенитальном центре, В год проходит от 7 до 7,5 тысяч. Детей из них недоношенных рождается более 850 детей. Это примерно 12%. То есть статистически это количество родов, Количество недоношенных детей, Такое же, как и по всему миру. То есть от 7 до 12% это такая статистика рождения недоношенных детей. Через наше отделение, то есть отделение патологии Новорожденных и недоношенных детей, Проходит за год более 900 детей. Вот, конечно, у нас это так и называется, Деление новорожденных и недоношенных детей. То есть из них проходит более 70, это недоношенные дети. Мы еще делим статистику. Дети, которые рождаются с экстремально низкой массой тела, Это дети, которые родились до килограмма. Таких детей проходит через наше отделение 10%. А от 1 до 1,5 килограмм около 20%. Ну и выживаемость детей в перинатальном центре достаточно высокая. То есть она ничуть не ниже, чем и в перинатальных центрах Санкт-Петербурга, Москвы. С экстремально низкой массой тела 76%, А с очень низкой массой тела 97%. Экстремальная низкая масса тела это сколько? Меньше килограмма. Меньше килограмма, то есть от 500 грамм, сколько я понимаю. Да, от 500 до 999 грамм. То есть вот таких вот маленьких деток вы поднимаете на ноги, да, В прямом смысле этого слова. Расскажите, пожалуйста, кратко о причинах. Все-таки почему так случается, да, основные причины, и почему детки появляются на свет раньше? Ну, причины невынашивания очень многочисленны. То есть это медицинские причины делятся, и социально-биологические, так называемые, причины. Медицинские, они обусловлены состоянием эмбриона или состоянием родителей, матери или отца. Среди медицинских это выделяют генетические причины. То есть когда обнаружатся какие-то хромосомные перестройки, и эмбрион развивается либо нежизнеспособной, или у него какие-то идут уже хромосомные тяжелые аномалии, из-за этого происходят преждевременные роды. Есть анатомические причины, когда у матери есть врожденные, какие-то поруки развития матки. Это двурогая матка, седловидная матка, перегородки внутриматочные. Есть такие дефекты анатомические, которые появились в течение жизни. То есть миомы, полипы, это тоже могут провоцировать преждевременные роды. Есть так называемые эсмикоцервикальные недостаточные, это несостоятельность шейки матки. Когда матка не может находиться в сомкнутом положении, и тоже провоцируются преждевременные роды. Есть эндокринные проблемы у матери. Это дисфункция щитовидной железы, сахарной диабетели, дисфункция именно женских гормональных перестроек. Инфекционные причины. Это заболевания мочеполовой системы, так и системные заболевания матери. Иммунологические причины. Это когда возникает выработка антител к собственным тканям женщины. Или это резус-сенсибилизация, когда у резуса отрицательной матери развивается резус-положительный ребенок. Очень широко сейчас идут как раз преждевременные роды, так называемый антифосфолипидный синдром. Когда ведущим осложнением этого синдрома являются тромбозы. Женщины такие должны обследоваться как раз по данному заболеванию. Плацентарные нарушения. Когда идет нарушение ослойка плаценты, прилежание плаценты, тоже провоцирует преждевременные роды. И в каждом конкретном случае идет своя тактика обследования женщин и свое ведение беременности. Ну и социально-биологически это или слишком юный возраст, или очень поздний репродуктивный возраст женщины. Низкое социальное положение тоже. Неудовлетворительное питание, профессиональные вредности, ну вредные привычки. А бывает такое при патологиях о том, что по показаниям врача вызываются преждевременные роды? Не совсем поняла вопрос. Вы перечислили причины патологические, которые у женщин... Чтобы врач захотел прервать... То есть это все идет по состоянию плода или по состоянию матери. Решается в каждом случае отдельно. Если уже ребенок не способен развиваться внутриутробно, для него уже это опасно, и ребенок может погибнуть, то, конечно, предпринимается вопрос о том, что вызываются преждевременные роды, и ребенок рождается и уже выхаживается внеутробно. Что происходит после рождения ребенка? Как он выхаживается? Каковы принципы выхаживания в перинатальном центре? Ну, перинатальный центр – это вообще учреждение третьего уровня, где оказывается вся помощь преимущественно наиболее тяжелом контингенте – беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. То есть сюда поступают женщины именно с тяжелой патологией, и в том числе женщины с преждевременными родами. В принципе, выхаживание недоношенных детей на сегодняшний день – это, конечно, прежде всего, по протоколу поведения реанимационных мероприятий. Это необходимая адекватная респираторная поддержка. То есть сейчас меняются методы оказания именно дыхательной поддержки. Это используют неинвазивные методы, более щадящие методы, когда это возможно для недоношенных детей. Это что такое? Поясните, пожалуйста. То есть не применяется искусственная вентиляция легких, а приводят более щадящие методы. То есть СИПАП, когда ребенок все-таки позволяет дышать, но это не так повреждает легочную ткань. Когда это возможно, естественно, используется, и это более щадящий метод выхаживания. Использование сурфактанта – это такое специальное вещество, которое вводится в трахею, когда оказывается реанимационная помощь ребенку, которое выстилает изнутри альвилы и препятствует его спадению. То есть у нас, чтобы легкие не спадались, а дышали. Потому что у недоношенного ребенка этого вещества не хватает. Оно не успевает еще сформироваться, как у доношенного ребенка. То есть это не принудительное какое-то действие, а стимулирование? Это необходимо. И вот благодаря как раз этому веществу сурфактанту, конечно, случилась революция, можно сказать, но натология, благодаря чему такие детки сейчас выхаживаются и выживают. Сбалансированное питание. Четкое выполнение протоколов по вскармливанию. То есть сейчас этому тоже придается большое значение. Правильное вскармливание, идет расчет. Питание необходимое, сбалансированное для роста ребенка. Это обеспечение теплового режима. То есть ребенок у нас все-таки из внутриутробной жизни попадает в неутробную. Это стресс. Тресс, да. Если дети рождаются очень маленькие, до килограмма, они сразу же после родов помещаются в специальный пакет, чтобы не было потерь тепла. Потому что это тоже очень важный момент. Ну и в последующем они выхаживаются в условиях кювеза, где создаются максимально комфортные условия, где поддерживается оптимальная температура и влажность. Проводится профилактика инфекционных процессов, потому что дети с низким иммунитетом. Как именно? Назначается специальная или необходимая бактериальная терапия, проводится уход в септических условиях, то есть создается, чтобы максимально ребенок уберегался от риска инфекционного процесса. И создаются комфортные условия, программа для обеспечения хранительного такого режима для ребенка. Расскажите, пожалуйста, об особенностях недоношенных детей. Понятно, что у них несколько иначе развиваются с того самого момента все органы, ткани. Как именно и на что обращается особое внимание? Недоношенный ребенок, нужно понимать, что это не просто маленький ребенок родился. Это, прежде всего, незрелый ребенок. Естественно, у него незрелые все органы и системы. И они несовершенны и не могут функционировать в полной мере. То есть из-за этого возникают как раз проблемы, все заболевания связаны с ее незрелостью. Если незрелая легочная ткань, то развивается респираторное нарушение, развивается хроническое заболевание легких, как бронхолегочная дисплазия. Если сердечно-сосудистый, то продолжают функционировать фитальные коммуникации, которые были у плода, то есть это сохраняется открытый проток баталов у недоношенных детей, который может создавать проблемы как нарушение кровообращения, так и легочные проблемы. Стороны желудочно-кишечного тракта. То есть эти дети достаточно долго срыгивают или плохо усваивают питание, потому что они не должны у нас еще кормиться через желудок. То есть они должны через пуповину по существу кормиться ребеночка. А ребенок же рождается у нас, и мы как-то его должны же питать и развиваться. То есть здесь идет вначале внутривенно получает он питательное вещество, а затем мы начинаем его кормить. Со стороны нервной системы это достаточно высокий риск кровоизлияния у таких деток. Бывает не говорю, что у всех, но это достаточно высокий риск. Риск задержки развития. У детей таких возникает и снижение гемоглобина, это анемия, нарушение зрения, слух. Это тоже связано с незрелостью. Давайте поподробнее становимся на условиях, в которых малыш находится. Какие условия для него создаются, как они поддерживаются. Имеет ли возможность мама уже пообщаться с малышом как-то на этом этапе? Понятно, что новорожденный ребенок попадает из безопасного трубы матери в стрессовую ситуацию, где происходят неприятные процедуры, множество прикосновений к нему, прерывание ритма сна, шум и лишний свет. То есть это стрессовая ситуация. Он очень чувствительный к этим внешним стимулам, которые могут помешать его росту и развитию. И вот ему необходима такая благоприятная среда, напоминающая внутриутробные. Защита ребенка от повреждающего действия шума, яркого света. Поэтому они помещаются в специальные кювезы, которые накрываются чехлами. Соблюдается тишина. Запрещено разговаривать громко. Закрывается тихая дверца кювеза. Проводится минимизация боли. То есть чтобы все процедуры стараться максимально, чтобы были обезболены. И чтобы минимизация была осмотров и процедур. Чтобы ребенок в основном спал. То есть ребенок должен выспаться. А за счет чего минимизация боли проводится? Если действительно очень болезненные манипуляции, то проводятся специальные лекарственные препараты. А так проводится глюкозка у нас назначается, как сладкое. Дается ребеночку. Или успокаивающие, просто поглаживающие. То есть ребенка успокоят как можно быстрее, чтобы ребеночек ушел из этой стрессовой ситуации. Используются специальные позиционные укладки, гнезда, чтобы поддерживать положение в виде такого комочка, имитирующего положение в матке с целью правильного формирования костно-мышечной системы. Ну и, конечно, ранний контакт с мамой, чтобы с родителями. У нас разрешается посещение и пап, чтобы они видели. Ну вот это голос и забота матери, они создают чувство безопасности, помогают побыстрее поправиться. И вот используется так называемый метод кенгуру. Да, о методе кенгуру расскажите подробнее, что это такое. Он заключается в том, что это производит контакт кожа к коже малыша и матери, который способствует формированию отношений между матерью и ребенком, помогает развитию ребенка. Это ребеночек помещается на живот, животом, то есть на животе помещается на грудь матери. Ценность этого метода и для матери, и для ребеночка. Мама учится чувствовать своего ребенка. Она возмещает это, чувствует боли, вины, снижает ее тревожность. И она чувствует свое участие в выхаживании своего ребенка. Увеличивается продукция грудного молочка. Ребеночек чувствует безопасность, тепло, он чувствует запах, сердцебиение мамы, а как он был еще внутриутробно. Здесь проводятся все виды стимуляций, тактильные, зрительные. Марина Валерьевна, а расскажите, пожалуйста, вес, возраст ребенка, когда его уже можно непосредственно к матери так близко... Для каждого ребенка по-разному. Как только ребеночек... То есть считается, что может и на искусственной вентиляции легких, когда ребенок находится... Это насколько готова мама и готов персонал. А так мы видим, что ребенок хорошо себя уже чувствует, более стабильный, и мы начинаем... Для каждого ребенка индивидуально. Это не определяется даже возрастом и весом. То есть когда ребеночек стабильный, и мы можем уже использовать. Мама очень любит это. Затронули тему питания. На самом деле, мне кажется, одна из самых сложных таких категорий, когда на самом деле ребенок должен, по идее, в этом году еще получать питание через пуповину. Что предпринимается в этом случае? В первой неделе жизни применяют внутривенное инкопарентеральное кормление, то есть через вену делается инфульсия, где поступают белки, жиры и углеводы, что обеспечивает ребенка необходимыми питательными веществами и микроэлементами. Но крайне важно также ранее минимальное интеральное кормление. То есть все равно начинает с капелек, с миллилитриков, грудное молочко в очень маленьких количествах начинает давать через зонт. Это способствует развитие пищеварительного тракта. Это очень важно. И вот изо дня в день постепенно уменьшается внутривенное введение и увеличивается пероральное кормление. Но врач регулярно анализирует состав и количество пищи для ребенка. То есть и молочка в том числе? Конечно. Грудное молоко это самое лучшее. Но не всегда достаточно, конечно, для того, чтобы обеспечить оптимальный рост. Поэтому иногда приходится обогащать грудное молочко специальные обогатители для грудного молочка, которое добавляется в виде порошка прямо в грудное молочко. И это дает дополнительный белок и минералы. Таким образом, при ссаживании мамочка сдаёт получать своё молоко на анализы некоторые? Нет. Мы не сдаём анализы. Мама ссаживает молочко. Мы даём то, что она ссадила. Просто туда добавляется ещё порошочек. Это называемый обогатитель грудного молока. Он смешивается с грудным молочком. Мы знаем чётко какое количество там белка и минерала, которое немножко обогащает это молоко, которое необходимо для роста и развития ребёнка. Когда она выписывается, мама ей даёт чёткие рекомендации, как кормить ребёночка. И дома, конечно, нужно напомнить, если она использует грудное молоко, да, там постепенно начинает уже ребёнок прикладываться к груди и кормится уже с груди. Но если пользуется она молочной смеси, потому что тоже такое бывает, что мама не хватает грудного молока. Здесь используются специальные смеси для недоношенных детей. Но важно помнить, что необходимо разводить строго, как указано в инструкции этой смеси. При приёме пищи нельзя оставлять ребёнка одного, это тоже мама должна помнить, не класть его в постель во время кормления, да, и следить, как ребёночек кормится. И, конечно, они подходят в качестве основной пищи для недоношенных детей это коровье молоко. Там мы должны кормиться специализированными смесями для недоношенных детей. То есть ни коровье, ни козье, ничего по-другому. Скажите, пожалуйста, вот когда ребёнка начинает ещё недоношенную в перенатальном центре в роддоме подкармливать смесью, насколько охотно и вообще он потом к груди привыкает? Ну, здесь нет проблем. Ребёночек, конечно, недоношенно очень долго не может кормиться грудью, потому что у него просто не хватает сил. Особенно дети, которые родились совсем маловесно, с низким сроком гистации, они очень долго кормятся через сон. Затем у них формируется сосательный рефлекс. Формирование сосательного рефлекса идёт в 32-34 недельки срок гистации. И затем детки начинают привыкать к соске. Если мама желает, и она очень стремится к этому, дети учатся и кормятся через грудью. Да, говоря уже о маме, как должна вести себя женщина, у которой вот такая ситуация случилась, у которой ребёночек появился несколько раньше, теперь инструкция для неё? Ну, конечно, это стресс для родителей, когда ребёнок рождается раньше времени. Потому что мама во время беременности, ну, и папа, конечно, много надежд, у них ожидания, что у них родится здоровый, доношенный ребёнок. А эти надежды не оправдались. И у этих матерей возникает чувство вины, очень сильные тревоги за будущее ребёнка, выживет ребёнок или будут какие-то проблемы у этого ребёночка. И в этом случае, конечно, важна поддержка мамы со стороны семьи, как со стороны папы ребёнка, так и со стороны бабушек, дедушек, чтобы её поддерживали в этот период. И очень тяжело. Мамы, конечно, чувствуют себя очень потерянными. Они путаются вот в этой медицинской терминологии, когда врачи подходят, пытаются объяснить. Но у нас в отделении есть очень много информации, информационные стенды, есть приготовленные методички, работает школа матерей, где врачи как раз рассказывают мамам о всех проблемах. И если мама желает, то мы уже постепенно переходим на общий язык с ней общения и объясняем, потому что она должна чётко понимать, какие проблемы у ребёнка и как с ними в последующем справляться, чтобы мы были уже общими союзниками, помощниками выхаживания. У нас работает психолог в отделении, создана группа поддержки, она социальная группа, группа поддержки ВКонтакте, это Белые Лепестки, где мама общается, тоже очень друг друга поддерживает. Делится своим опытом. И, конечно, малейшая забота очень важна для ребёнка, поэтому необходимо с ребёнком разговаривать, чтобы они выходили, потому что первое время мамы очень боятся своих детей даже подходить. А здесь очень важно, чтобы она поглаживала ребёнка, ласкала, и чтобы ребёнок это чувствовал, вот это вот общение с мамой. Конечно, таких крохотулечек очень сложно, наверное, боишься повредить и прочее. А папы, как себя должны вести? Вы тоже общаться, наверное, больше с ребёнком. У нас разрешено посещение папам в отделении, конечно, когда детки уже более стабильные приходят, то есть на состояниях уже более стабильные, и папы посещают. Конечно, очень важно, чтобы они именно поддерживали маму. Давайте теперь посмотрим дальше выписка, как ребёнок готовится к состоянию выписки, каких категорий, критериев он должен достичь показателей по своему здоровью. Критерии выписки определяются совокупностью факторов, то есть это не по одному какому-то параметру мы выписываем. То есть мамы, конечно, беспокоят вес. Вот мы набрали вес и выписываемся. Значит, вес должно быть более 2-2,5 килограмм. То есть в разное, это в зависимости от того, какой ребёнок ещё у вас состояние, и куда выписывается, в город или в область. Это тоже определяющий момент является. Чтобы его постконцептуальный возраст, то есть возраст, когда гистрационный, и сколько он прожил ещё после рождения, должен быть более 34 недель. То есть он должен был достаточно зрелым. Способность поддержания его температуры тела. Отсутствие кислородной зависимости, чтобы ребёнок не требовала кислородной поддержки. Стабильная весовая динамика была, чтобы было хорошее усвоение питания. Ну и прежде всего это готовность семьи к уходу. То есть она готова уже ухаживать в домашних условиях за таким ребёнком. Как вы можете тут следить, вот именно готовность семьи? Мама, когда у нас находится в стационаре, она обучается всем. То есть она знает, чувствует своего ребёнка, она знает все его особенности. Она научилась его кормить, она научилась за ним ухаживать, и она сможет сориентироваться дома и продолжать это всё делать дома. То есть оценивать это врач, который, соответственно, с мамой постоянно общается. Конечно, да. Ну и мама сама чувствует, что она себя уверена, видно, что она не боится уже своего ребёнка, и она чётко справится со всеми проблемами, которые у неё будут дома. Что касается последующего наблюдения ребёнка, здесь как-то вы контактируете с непосредственно с теми врачами, педиатрами, которые дальше будут за ребёнком наблюдать? Как-то передаётся ли им информация? Детей мы выписываем, мы даём выписки, где даётся чёткие рекомендации, как ребёнка нужно наблюдать, с какими специалистами и в какие сроки должны наблюдаться. Мамам мы рассказываем, на что нужно обращать внимание, как ребёнка нужно будет кормить, как за ним ухаживать, какие могут быть проблемы у этого ребёнка. То есть вы делаете всё, как я понимаю, для того, чтобы... Мы выдаём методичку ещё. У нас есть методичка специальная для матерей, где указываются, какие особенности у ребёнка, в каком возрасте, какие могут быть проблемы и как с этим ребёночком заниматься. На сегодняшний день вообще значительно улучшили мы, конечно, возможные доношенные детей с низким весом выжить и развиваться. Но вот это улучшение вживаемости повлекло ряд проблем. То есть всё-таки возникает группа риска хронических заболеваний у детей, неврологических нарушений, вот нарушения зрения и слуха. И такие детки, конечно, должны наблюдаться у офтальмолога, куда мы направляем в определённые сроки. Должны наблюдаться у сурдолога. То есть мы должны проверять слух обязательно у таких детей, потому что группа высокого риска. Мы должны следить за весовыми прибавками этого ребёнка и правильно рассказывать, как этого ребёночка кормить и в последующем вводить прикормы. Как его развивать? То есть нервно-психическое развитие таких детей, оно особенное. И участковое врачение должно тоже знать особенности вот этих вот недоношенных детей, как они должны развиваться. Конечно, вот этот вот этап, третий так называемый этап поликлинический, он достаточно проблемный. Он ещё не разработан, вот те параметры введения недоношенных детей. Это проблема не только Кирова, это вообще проблема по стране, потому что этот этап, третий этап выхаживания очень важный для детей. Выходить мы выходили, но их нужно дальше готовить и развивать. Ну, самое сложное, наверное, для детей, для родителей, когда на них такая ответственность перекладывается, да, с перинатального центра. На самом деле, а возможно ли как-то с вами в дальнейшем консультироваться вот родителям? Откуда они могут ещё получить помощь, поддержку? Дети наблюдаются в поликлиниках, мы даём тоже рекомендации. Конечно, необходимо, в многих городах создаются отделения Катамнеза, на сегодняшний день пока у нас нет такого отделения. Но есть... Катамнез — это что такое? Катамнез — это наблюдение после выписки детей, вот недоношенных детей как раз с отслеживанием состояния этих детей, как они развиваются и помощь именно в развитии вот этих деток. Расскажите, пожалуйста, о развитии детей, как они растут, развиваются дальше, насколько вот эти возможно приобретённые патологии заметны? По физическому развитию недоношенные дети сравниваются с доношенным примерно к 2-3 годам, а с экстремально низком масса тела к 6-7 годам. При этом крайне незрелые дети по своим абсолютным показателям значительно остаются в своих доношенных сверстников и сохраняют такую гармоничную задержку развития ещё достаточно долго. Примерно сколько? Потому что у всех по-разному? Все растут, да, конечно, все по-разному. Сказать вот чётко я не могу, то есть это зависит от срока гистации, от того, какие-то есть проблемы у ребёнка или нет, да, то есть помимо того, что он просто недоношенный, ещё же есть, или проблемы с лёгкими, или проблемы какие-то неврологические, да, конечно, это тоже идёт определяюще. По нервно-психическому развитию здесь тоже нужно знать, что является нормой для данного возраста, что является патологией. Конечно, они идут с задержкой, но это нужно оценивать, это нервно-психическое развитие, так называемое, скорректированное. То есть мы должны делать скидку на то, что они делились раньше времени. И, естественно, ребёнок не будет соответствовать доношному своему сверстнику. Это тоже нужно учитывать. И вот в реабилитации, когда таких детей важно как развивающих. То есть мы должны создать так называемую среду, которая способствует развитию этого малыша. Не создавать вот то, что его детство как у нас, к сожалению, происходит, так что дети выписываются. И у нас всё равно это продолжает вот этот непрерывный лечебный процесс, когда детей опять всё равно помещают либо в стационары, либо в поликлиниках, ходят непрерывные массажи. Вот у ребёнка должно быть детство. Его нужно развивать именно дома и создавать ему соответствующую среду для его развития. Игрушки по возрасту, которые ему будут необходимы, специальные упражнения, занятия, которые способствуют для его развития. Например? Для каждого периода есть свои занятия, упражнения. Когда так называемые окна возможностей открываются для ребёнка. Для каждого периода то есть характерно, что ребёнок может научиться делать. Ну как вот, например, выписывается детка. Мы рекомендуем для того, чтобы стимулировать воззвестительный анализатор, предлагать ему контрастные рисунки, чтобы ребёнок начинал рассматривать. предлагать какие-то спокойные мелодии. Ребёночка носить на ручках, чтобы он чувствовал вот эти вот прикосновения, потому что каждый прикосновение для ребёнка является стимулирующим. Это тоже выразывает, отвечает на его потребности. Это важно для развития ребёнка. Мамы очень много это делают, не понимая, что в принципе они делают то, что и необходимо для ребёнка. Чисто инфинитивно, да. Они просто думают, что они делают мало, что надо вот пойти, срочно нужно сделать массажа, нужно привести столько-то количества такого-то укола. Это не настолько важно, сколько важна вот эта вот любовь материнская, да, и правильное его формирование. И до какого срока примерно вот тоже в среднем наблюдается ребёнок, ну то есть если уже после выписки из пернатального центра, до того, как вы поймёте, что он дальше уже сможет самостоятельно, до того, как в поликлиниках поймут, что он самостоятельно дальше сможет с родителями осуществлять всё, что необходимо всей манипуляцией. Ну, считается, что недоношенные дети на диспансерном учёте должны находиться до 7 лет. Это обязательно. Каждый специалист, то есть, например, у пульмонолога наблюдается, если у ребёнка с бронколёкочной дисплазией, ориентировочно надо от 3 лет. Если он снимается с диспансерного учёта, то есть ребёнок считается здоровым. Если у него нет уже никаких заболеваний, они переходят какие-то в хронические. Если есть какое-то, формируется уже до подросткового возраста и затем переходят в взрослую сеть. Такое может быть. Со зрением тоже недоношенные дети не имеют проблемы со зрением. Но то или иной степени тяжести они должны наблюдаться до 18 лет, потому что это тоже проблема, которая возникает в процессе его развития. Да, ну и Марина Валерьевна, давайте ещё обсудим, наверное, самое важное, о чём мы с вами говорили до эфира, о том, что хорошо бы, чтобы таких ребяток было как можно меньше, ранних. Вот всё-таки какие рекомендации, на что обратить внимание, как подготовить себя, может быть, чтобы ранних родов не случалось? Что нужно делать? Конечно, самое лучшее, чтобы мы профилактировали преждевременные роды, это здоровье женщины. Беременность должна, конечно, быть планируемой. Женщина должна быть чётко, какое у неё состояние здоровья. Те женщины, которые имеют отрицательную кровь, они чётко должны понимать, что с каждым рождением, каждой беременностью риск рождения больного ребёнка увеличивается. Да, естественно, должны быть, чтобы не было прерывания беременности, когда ещё не родился никакой ребёночек. То есть, женщина должна об этом помнить. если какие-то есть заболевания, они должны быть пролечены или профилактироваться, то есть, как вот антифосфолипидный синдром у женщин. То есть, они должны обследоваться, наблюдаться. И если таких женщин правильно ведут, то риск рождения доношенного ребёнка повышается, если мы правильно ведём. А как Вы считаете, в связи с тем, что большинство людей, да, сейчас многие увлекаются и спортом, правильным образом жизни, ведь по логике вещей должно всё идти как-то более правильным путём, да, соответственно. Наблюдаете ли Вы, кстати, говорят, в принотальном центре, да, что вот детки стали здоровее, мамочки стали водонашивать больше до срока. Есть ли такая тенденция? Я такой информацией не владею. То есть, через моё отделение проходят дети с патологией и дети недоношенные. Поэтому, естественно, я вижу только патологические. Сказать, что стало больше здоровых детей, естественно, они рождаются. Ведь я Вам сказала, что процент, который проходит через наших детей, если у нас 7500 родов в год и через моё отделение проходит 900 детей, то, конечно, остальные же здоровые дети. Ну, то есть тенденция надежды есть. Это же не то, что только здоровый образ жизни. Женщина должна, когда она готовится, что у неё будет беременность, она должна, конечно, чётко знать о своём здоровье, что она готова к рождению здорового ребёнка и что у неё нет никаких инфекционных заболеваний. Сейчас очень много, не то, что не скажу, что я ошибаюсь, что очень много, но есть эндокринные патологии, сахарный диабет, гипотириоз. То есть это необходимо скорректировать, конечно, чтобы, когда женщина уже шла, развивалась беременность, чтобы она уже могла это контролировать, чётко свой показатель. Ну вот, наверное, тогда на этой положительной ноте и закончим. Сегодня мы говорили о ранних детях, о недоношенных детках, которые появляются у нас раньше положенного срока. Спасибо большое, Марина Валерьевна Маркова. Сегодня нам вы очень подробно рассказали о ситуации, о том, что в перинатальном центре возьмут под контроль, под наблюдение, и всё у ребяток будет хорошо. Да, сегодняшнюю программу мы заканчиваем. У микрофона была Вера Власова, это была программа «Слушайте доктора». Здоровья всем. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.